Когда построили Трязанскую теннисную академию, я думаю, что это начало какого-то прогресса или развития тенниса в России. Мне так кажется, потому что здесь есть все и есть все, чтобы сделать из человека профессионала. Если таких объектов будет больше по России, то тогда теннис в России будет увеличиваться. Организация турнира очень хорошая. Во-первых, если бы база не соответствовала стандартам проведения турнира в такой категории, то турнира здесь не было бы. Но на мой взгляд, база очень хорошая, одна из лучших в стране. Не только корты, но и знаменитые тренеры, в прошлом являющиеся олимпийскими чемпионами, притягивают сюда людей из других городов. Спортсмены остаются жить и тренироваться на базе академии тенниса. Они обеспечены здесь всем. 18 кортов, есть грунт, хард, своя гостиница на 24 номера, столовая, где великолепно питают им питание заточено именно под спортсменов. Ну, как бы вот поэтому к нам и едут. Все это сделано для того, чтобы повысить уровень теннисистов в России. Исходя из государственного задания, из бюджета на эти цели выделяются специальные средства. Здесь российских спортсменов большинство. В принципе, такова и задача Федерации тенниса России, чтобы турниры проводились международные в России, чтобы российские ребята набирали международные рейтинговые очки. Соответственно, россиян 90% игроков, но есть очень сильные ребята, которые входят в сборные России по своему возрасту. Ну, пока вот, пока успешно выступают. Этот турнир позволяет спортсменам, в том числе и воспитанникам Академии, прорваться в турниры первой категории. Здесь они могут заработать драгоценные рейтинговые очки, которые им для этого необходимы. Они сюда приехали за очками, потому что турнир достаточно высокая категория, второй. У нас в России есть только первая категория, один турнир, Кубок Ельцина, и вот турнир второй категории. Поэтому, соответственно, для России, для игроков наших, это хороший шанс, чтобы не ездить за границу на турнир такой высокой категории. Закрытие этого турнира состоится 15 мая, тогда же определятся победители. Считается, что в будущем на базе этой Академии возможно проведение турнира в первой категории. Для этого здесь есть все условия. Продолжение следует...